Девятелый Но сначала немного биографических фактов Собравшись в 2004-м, ребята выпускают несколько эпишек Вплоть до 2009-го, пока они не подписываются на лейбл Panic and Action И издают на нем полноценный альбом, состоящий наполовину из старого материала Который называется Another Year of Disaster Команду можно назвать сравнительно молодой, потому что успех к ним приходит только в 2009-м С выходом их первого и весьма удачного альбома, в котором они мусолят Пост-хардкорные запилы В духе золотой эры царствования Funeral for a friend, Drop Dead, Gorgeous После которого само собой следуют туры с такими группами, как August, Burns, Red Кэллибэн Кэллибэн Тексты адепт наполнены смыслом о разбитой любви, переживаниями и ненавистью к шлюхам Ребята еще не подозревают, что через год в этом жанре выйдет альбом у группы Attack, Attack Attack, Attack Который закроет моду на слезливые рифаки и откроет моду на нулевые брекдауны Пониженный строй и мастурбацию струны одной лишь правой рукой А ничего, что я так говорю, как дебил Поэтому в следующем альбоме, который называется Death Dealers и который вышел в 2011 году Ребята утяжеляют звучание и углубляются в металлкорные мотивы Не забывая при этом свои фирменные запива в духе старой школы Эмма Кора И на мой взгляд пластинка получилась довольно-таки средней Хотя я имею в запасе пару мощных хитов Таких как Ivory Tower и This Could Be Home Видео Старый хипарь учит тебя жизни, друг Зато тексты приобретают более глубокий смысл и уходят от темы шлюх Например, ребята рассказали, что текст песни Ivory Tower это посыл к тому, чтобы не засорять свою голову таким мусором, как религия Но об этом чуть позже Ну а теперь моя любимая часть трилогии Адепт Это альбом 2013 года, Silence the World Что можно перевести как «Заткните мир» Вышел он в начале года и, послушав один раз, я убрал его на дальнюю полку Отметив для себя лишь трек «Secrets», на который как раз тогда и вышел клип На тот момент мне показалось, что ребята окунулись в моду брейкдауна Что я делаю? Что я делаю? Опоздав годы эдак на 2-3, но как же я ошибался Обо всем по порядку За кадром русского флюту Проходит чуть более полугода с этого момента и в ноябре 2013 года Адепты приезжают к нам в Россию После того, как мы отсняли в Питере часть выпуска была Like Сейчас мы пьем, сейчас мы пьем, сейчас мы бьем. Давай, давай, давай. Мама, Ма-Луба, давай, давай. Мама, Люба, давай, давай. Мама, Люба, давай, давай. Я пошел в зал смотреть выступления, ожидая, конечно же, услышать их старые хиты. Ребята отыграли много новых песен, которые показались мне незнакомыми. Но чем-то понравились. Как потом оказалось, это и был их новый альбом, который я не дослушал. И пока не собирался этого делать, если бы не следующий день После московского гига мы с Ильей должны были доснять балавайку Но так как все были уставшими, то решили все перенести на следующий день Хотя настоящие причины кроются в том, что адепт рванули после концерта в гостиницу Чтобы смотреть футбольный мяч Швеции против Португалии А я опять сказал мяч? Сука, мяч А досмотрев футбол Я пошел к себе в номер, который таинственным образом повлиял на меня Утро началось со стука в дверь Оказалось, что ко мне пришел Густав, чтобы скачать отснятые материалы Часть которых вошла потом в их клип Пока мы с Густавом сидели в номере, я пытался морально подготовить его к съемкам Балалайки Включив телевизор и показывая русские клипы на канале Ру ТВ Тем самым его психика была немного нарушена Могу сказать с уверенностью, что ребята в жизни очень крутые и добрые Кормили нас, поили и платили за шлюх Шучу, никаких шлюх не было, мы просто мило гуляли по Москве И я пытался рассказывать им про достопримечательности, про которые сам ничего не знаю Водка 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 Тусич 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 Я люблю Водка И тусич И тусич И тусич Что это тусич? Тусич это как паттихат Итак, поехали и попасть в Макдональдс В Макдональдс, да Песняка из Мотова, Лемин Он убил здесь где-то Лемин Нет, Лемин Нет, Лемин Нет, Лемин Я был вверх Лемин На Красной площади был забавный случай Пока мы с Робом и Филиппом ждали остальных ребят Неподалеку от нас зазвонил колокол И я показал сторону звука и сказал, что там Экзекьюшн тайм Ребята посмотрели на меня ошарашенно И я сказал им, что это шутка Хи-хи Так математично Экзекьюшн тайм После этого они весь день ходили и говорили Экзекьюшн тайм Особенно, когда мы чокались И это был лучший тост Пим А еще Роб рассказал, что они считают религию чем-то вроде цепей, сковывающих сознание И песня Ivory Tower как раз посвящена этому, что нужно мыслить трезво и ясно Не ограничивая разум стереотипами и правилами Советую теперь прочитать текст песни, зная, о чем она на самом деле Привет, меди Привет, меди Это наши девичные жары Привет, меди Привет, меди Это девичные жары Это девичные жары ้ componи Девять Damas Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Делать это нужно в нашем паблике ВКонтакте В посте с этим выпуском Ребятки, в паблик, то есть вступайте, не будьте помидорками Фотка того, кто отгадает, будет показана в следующем выпуске Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok